Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, глава Ваэт Ханан. Маше молит Всевышнего отменить приговор, заповеди, которые нам дали. И вообще, очень сильная глава. Но давайте все-таки начнем с Маше. Писано в тексте Тории, что Маше выражает свою просьбу в таких словах, дай мне перейти и взглянуть на эту добрую землю за Иорданом, землю Израиля. Вообще, самый главный урок, который говорят из этого, мы должны вынести, что если великий Маше, который пророк пророка, все время хотел попасть в Израиль, то человеку сегодня, у которого есть такая возможность, не поехать жить в Израиль, просто неправильно. Ну, если хочешь учиться у Маше, а это единственное, что нужно делать. В Медраше и Акуты Джимани рассказывается, что Маше обратился к Творцу с 515 молитвами. 515 – это гематрия, числовое изглачение, слово Ваэт Ханан, что в переводе означает, как мы уже сказали, и моливу. Это слова, вынесенные на название нашей отдельной главы. Но Всевышний говорит нет. Довольно, говорит Всевышний, не говори мне более об этом. Что стоит за словами Всевышнего? Прежде всего, напрашивается такое объяснение. Не говори мне более, то есть не произноси 516 молитву. Почему? Дело в том, что в чем суть молитвы? Молитва, она помогает донести желание человека до слуха Всевышнего. Ну, так очень опознанно. На пути молитвы всегда есть какие-то преграды, стены, преграждающие пункт этот молитв. Это зависит от состояния человека, от состояния молитвы. Стены бывают разные. Одна, как шелухать от лука, подул и все, чтобы пробить достаточно выдоха. Чтобы сокрушить иногда другую, приходится попотеть как следует. Поэтому порой, чтобы быть услышанным, нужна не одна молитва. И чтобы Маша мог войти в землю Израиля, должна была 516. Но это не входило в залость Всевышнего. Мы сейчас не говорим, почему это отдельная тема. Поэтому он приказал Маше остановиться. И таким образом фраза «не говори мне больше» имеет значение «не добавляй». То есть не добавляй еще одну молитву. Вообще, обратите внимание, не случайно любое упоминание земли Израиля, особенно в нашем разделе, сопровождается настойчивым призывом хранить верность Богу, соблюдать его законы. И чтобы жили, и владели, и тогда, и очень много строк таких. Когда читаешь эти строки, то понимаешь, как ошибаются те, кто хотят превратить Израиль в убежище от преследования национального очага какого-то, без всяких обязательств. Вот предвыборных кампаний одной израильской парки было написано, переначалось от слова «быть свободным народом в своей стране». Но свободным от чего? От своей еврейской судьбы, от законов, которые дал Бог. От чего свободным? Еще в той стране, в которой написано «глаза Бога находятся на ней с начала года до конца». Пересчитайте наш раздел, и вы поймете, что для мирной сынтой благополучной жизни во всех поколениях в стране Израиля требуется выполнять ей законы. Нужно только поведение. Земля эта не терпит другого. Необходимо вести еврейские вражители, выполнять законы Торы, и не отдельные современные, которые нам кажется, а все. И чем дальше мы уходим от этого, тем есть больше проблем. Смотрите, а что надо делать? Написано, что были убежища города. В этой же нашей недельной главе написано «по ту сторону Иордана» было шесть таких городов. Три внутри Израиля, три снаружи, да, в Иордане. И города служили убежищем для тех, кто совершал там всякие преступления и так далее, прятались. К такому дорогу городу вела широкая дорога, на каждом перекрестке стали большие указатели, убежище написано. Это было сделано для чего? Чтобы дороги, чтобы была легкая дорога и так далее. Сейчас нет этого. Нет городов, убежища нет. А что есть? Мудрецы учат нас, что слова Торы являются убежищем. Обратите внимание, если это сказано, оно к нам релевантно для нас сегодня. Так вот, слова Торы — это убежище. Для тех, кто убивал свою душу до этих дней, в любом оторвавшемся от законов, традиций, это обычно это физическая смерть, подобная физическая смерть. И мы не видим этого. Очень много людей умерли уже давно, еще ходят по земле. Но и для этих людей, для всех есть убежище, есть легкие пути. Для этого каждый, кто имеет отношение к Торе, кто как-то касается, кого можно, должен стать дорожным знаком. То есть там люди на тебя посмотрели и сказали, да, это интересная дорога. И скорее всего она ведет к спасению. Вот этим и надо заниматься. Сейчас эра Машеха, чтобы приготовиться к ней, надо выучить сказанное в трактате Самхинрин. Посильные ученики написаны там, Раби, что делать человеку, чтобы спастись от родовых схваток в период прихода Машеха. И он сказал, пусть занимается изучением Торы, Браготворительности, добрыми делами. Вот это вот надо запомнить. Когда духовное состояние человека находится в хорошей форме, или с народа там, не надо ничего бояться. Когда духовность находится в упадке, даже если с внешней стороны все выглядит замечательно, конец может быть очень близок. Это так, так написано в наших книгах. И это все в наши дни точно так же. Таким образом, как бы, прочтение вот нашей недельной главы Байдхана, научить нас, кроме всего прочего, тому, что как важно следить, чтобы духовный уровень, как индивидуум, а так и все общество находился на высоком уровне. Но давайте начнем с себя. И запомним одну важную вещь. Когда кто-то боится, или тот, кто оставил Бога, потерял защиту. У кого Бог есть, Он его защищает. Брахава от слахам.